Здравствуйте дорогие друзья! Один из подписчиков моего канала обратился с такой проблемой. У него запах гари в салоне. И не знает он от чего это может происходить. Давайте разбираться по порядку. Конечно же, если запах гари в салоне, это печка, скорее всего вентилятор печки, затягивает гарь снаружи. Откуда может появиться запах гари именно со стороны подкапотного пространства? И так прежде всего, конечно же, это если сечет глушитель. Где-то происходит утечка выхлопных газов в районе выхлопного коллектора. Обязательно это, конечно, нужно проверять. То есть смотреть, где это происходит. И если там повреждена какая-то прокладочка, то, конечно, ее нужно поменять. Это первое. Второе, которое более часто происходит, когда либо поврежден, либо соскочил шланг вентиляции картерных газов. Это частая проблема. Вы знаете, как некоторые на старых автомобилях, типа ВАЗ, когда появлялся слишком сильный масложор, когда начинал забрасывать уже маслом друсельную заслонку, то некоторые владельцы сапуна шланга пускали прям под днище. И картерные газы выводили непосредственно под автомобиль, чтобы газы рассеивались в атмосфере. Так вот, если шланг был короткий, то газы эти накапливались под капотом и затягивали в машину. И запах гари был, именно чувствовался при этом. Но также при повреждении этого же шланга, если он даже установлен нормально все, но он поврежденный, бывает такое, что с него выходит гарь, и вентилятор вашего отопителя подхватывает эту гарь из подкапотного пространства и затягивает в салон. Вот две основные причины, откуда запах гари. Следующая причина, это третья, ну, наверное, скорее всего, это, наверное, последняя. Это когда где-то происходит какая-то утечка каких-то жидкостей, возможно, это смазывающее, иногда даже тасол, потому что многие не знают, что даже запах антифриза или тасола, который вдруг попадает каким-то образом на выхлопную часть, на выхлопную трубу, на коллектор, он испаряется и при испарении выделяет неприятные ядовитые газы. Это тоже может быть, то есть может и тасол капать на выхлопную систему, и масло может капать на выхлопную систему, на коллектор, на трубу глушителя, то есть любая техническая жидкость, когда будет попадать на выхлопную систему, у вас будет создаваться в салоне запах гари. Даже тормозная жидкость, если будет капать, это будет очень неприятный запах гари. Поэтому, друзья, если такое происходит, то открывайте капот, конечно же, исследуйте, ищите причину, где что. Прежде всего, на утечку жидкостей. Смотрите, нет ли попаданий на коллектор или на выхлопную часть технической жидкости. Если там будет попадание, то будет явно слишком сразу заметно запекшиеся следы этой жидкости. Далее, если у вас все нормально с этим, значит, смотрите, глушитель подсекает, не подсекает. Обычно запустите двигатель и будете слушать, вы услышите, подсекает или не подсекает ваш глушитель. Если все в порядке, то смотрите следующее, шланг вентиляции картерных газов. Где он у вас расположен конкретно на вашем автомобиле, я думаю, вы без проблем найдете. Никаких сложностей с этим не будет. Если он соскочил, то установите его на место, а если он поврежден, то его, конечно же, необходимо заменить. Надеюсь, друзья, мои советы для вас оказались полезными. Если это так, обязательно ставим палец вверх, подписываемся на канал. И не забываем нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Будьте здоровы, живите богато. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok